Дорогие братья и сестры, еще выслали одно видео за ризу чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Дорогие братья и сестры, там было вам очень неудобно смотреть. Одежда Божьей Матери лежала просто на столе, а теперь он ее поставил в нашу с вами ризу, которую я выслала. И вы увидите же одежду, где звездочка. Помните, вы складывались на звезду? Эту звезду я ему пересылала. Эта же звезда есть на челе в нашей Матинке Божьей. И там такая изюминка, в этой звезде я попросила, чтобы он камушек поставил розового цвета, такого нежно-нежно-розового цвета. Он так переливается на челе в Матери Божьей. Так что у нас еще есть одно видео, как мастер Александр делает одежду чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Благодарю вас, что вы помогаете. Скоро и риза придет. Я думаю, что одежда Матери Божьей с ризой, потому что вы же видите, икона без ризы. Мы только в этом случае сняли, потому что он одежду вложил, и вы увидите, как все четко, как все ровненько, как все идеально. Прекрасная, красивущая будет риза Матери Божьей, то этот храм строит Матерь Божья Казанская. Это она. Мне хочется, чтобы Матерь Божья пришла на этот праздник и увидела то, что она сделала с народом. Потому что по ее молитвах это все приобрелось в храме. По молитвах Царицы Небесной только она, только она. Вы и не хвалите, и не благодарите нас. Это она управляет вас сюда. Вы жертвуете, помогаете. Если бы не Матерь Божья, то я бы даже одного цветка не смогла бы купить. Если бы не Казанская икона Божья Матерь, этого всего бы не было. Если бы не Матерь Божья, то, наверное, и нас не было. Она хранит и нас, и вас, и нашу всю землю. Христос воскресе!